Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается отношений с абьюзерами. Помогите, как оставить отношения с абьюзером? В первую очередь здесь хочется сказать следующее, что отношения с абьюзером зависят от состояния, которое вы испытываете рядом с ним, но вы тяготете к состоянию. Надо это состояние выделить, проанализировать и увидеть его природу. Исходя из его природы, уже смотреть, что можно делать дальше. Общались с МЧ 9 месяцев. Поначалу, как всегда, всё хорошо. Внимание 24 на 7. Цветы, подарки, я самое лучшее. Вот, обратите внимание, да, что здесь присутствует ваша некая предположенность к подчёркиванию собственной исключительности. Да? То есть, понимаете, да, вот, ну, как бы, какая штука здесь, что вас не смущает, не смущало, то, что человек 24 на 7 уделял вам внимание, дарил цветы, подарки и так далее. То есть, вас, вот, это как будто бы не смущало. Вот. Это очень важный момент, это говорит о том, что вы, вот, предрасположен к этому. То есть, проблема с матеркой здесь. Потом стал показывать свое лицо и говорить то, в чем я не права и что я вообще не обыкватно. Да? То есть, по сути, человек, эм, что делал? Человек говорил вам некоторые неприятные вещи. Вот. Да? Получается. Но, как, как вы на это реагировали? На то, что вам говорили вот такие неприятные вещи. Вы на это реагировали чем? Вы на это реагировали как? Как вы, в принципе, реагируете на то, когда происходит что-то неприемлемое с вашей точки зрения? Поначалу я думал, может, так и есть опыт выстраивания отношений, у меня не так много. Я думал, а потом вдруг чем-то задело. То есть, здесь про что? Здесь, в первую очередь, про неуверенность в себе. Здесь про чувство вины. И здесь про страх, что я делаю что-то не так. Но, ситуация заключается в том, что вы боитесь. Здесь еще и про страх. Таким образом, получается, что здесь у вас целый ряд вот комплексов проявляется. Спустя месяцы претензий стало больше ко мне. И слово скажи поперек мог не общаться неделями, обосновывая потом тем, что я очень весел и раздражал его. И тем самым, как бы подкрепляя ваши собственные сомнения в себе. Да, получается? Он столько делает для меня, а я просто самое неадекватное. Конечно, это все приправлено мапом. Было. И опять же, вопрос, как вы на это реагируете. Что забавно, я ни разу его не оскорбила. В вопросах к нему, почему я какая-то не такая. Он еще больше взялся и просил закрыть свой рот, так и его все без. Да, понимаете? То есть, вы как бы здесь вот, ну, пытаетесь прояснить ситуацию, да? То есть, пытаетесь запретиться на другого человека, а не на себя. Дальше. Дальше. Потом приходил-уходил, как будто ни в чем не бывало. Опять же, как вы на это реагировали? Ссылается на то, что да, у нас вообще не отношения, а просто общение, которое может прекратиться, что он захочет, если что-то не устроит. Опять же, как вы на это реагируете? То есть, приемлемо это для вас или нет? В короче, периоды было, правда, все хорошо, но со временем я перестала забывать все плохое и всегда ждала очередной выпадки. А вот что изменилось, что вы перестали забывать все плохое? Что значит забывать все плохое? Как это происходит у вас, что вы забываете все плохое? И что изменилось, что вы перестали это делать? Дальше. Всегда называл меня не женственный и что делать не хочет ничего для меня больше, для того, что я банально не убираю его в квартире, когда он зовет провести время вместе. Опять же, как вы на это реагировали? Я сразу его предупреждал, что я не хозяйка, не мое это стоять у плиты или убираться, я много работаю. Да, это интересный момент. То, что вы много работаете, это как бы одно дело. Но вопрос в том заключается, как мне кажется, важный такой серьезный вопрос заключается в том, что это за работа. То есть нравится она вам, не нравится она вам, чувствуете ли вы себя реализовывающейся в ней или нет. Потому что ваше состояние, ваша позиция, та ситуация, с которой вы оказались связаны еще и с этим. Дальше. Несмотря на это, предлагал ему помочь в ведоми чем-то, а зачем, если вы озвучили свою позицию? То есть не кажется ли вам это противоречие? Он тогда еще больше злился и обзывал меня ненормально, так как это бабские дела, он мужик и такая помощь по дому ему точно не нужна, что я вечно недовольна. А вы были недовольны? То есть вы предлагали через силу? Как это? Опять же, конкретно здесь вопрос ценностей. То есть да, человек может считать так, как он считает, это правда. Вопрос в том, как вы на это реагируете. Я вообще неправильная какая-то. И опять же, здесь как будто бы есть у вас вот эта вот история про подтверждение того, что с вами что-то не так. Дальше. Дальше. Так. В данный момент я сама не понимаю, что делать, какая-то за зависимость. Ну, давайте об этом попробнее, что это за зависимость. Не скажите, что чувства светлые, а стали скорее раздражения. Больше раздражения связаны с тем, что ваши личные границы нарушаются. Соответственно, у вас на это возникает протест. На протест вы подавляете. А может чувство, что вот не оценили меня, ведь я такая хорошая. Вы понимаете, да? То есть вы пытаетесь быть хорошей. Вот эта тенденция к тому, что быть хорошей и связывает вас с такими людьми, с людьми оценивающими. С людьми как бы признание, расположение которых нужно добиваться. Момент в том, что желание быть хорошей идет у вас как бы из детства и не связано с этим человеком. Это вопрос вашего восприятия себя. Что большее отвращение вызывало то, когда он взвал меня в гости, я приходил, там был дикий беспорядок, хотя квартира самая хорошая. А можно попробовать про отвращение, что вы под этим понимаете? Он ничего не делал, обосновываясь, что просто нормально девочку ползать, она уберет и приготовит ему не то, что я. А он должен был что-то делать. То есть это ваши ожидания от него, получается. А про меня и так все понял давно с его слов. И опять, и опять же, как вы на это реагируете? Заметил я такой момент, когда отношения налаживаются, я думаю, что он мне не нужен и при попытках встретиться я стараюсь не видеться, так как думаю о том, что испортит настроение и не хочу этого. Ну во-первых, здесь вы перекладываете ответственность на другого человека за влияние на ваше настроение, так как ваше настроение зависит от вас, это первое. Вторая речь идет о том, что когда все хорошо, он вам вроде как не нужен, это связано с тем, что типа вы для него хорошие. Ну вот, но стоит поссориться не общая, сразу какая-то тяга возникает. А вот что это за тяга? Обратите внимание, что вы не идете вглубь этой тяги. Вы как-то все на поверхности. Даже если сама скажу ему, что все точка, но я знаю же, что говорить он может что угодно, точку не ставит никогда за многоточие, а потом возвращается, что мне придется самой заворачивать. А должно быть по-другому? Как подумаешь, что он исчезнет из моей жизни? Сама того, не понимаю, что становится грустной, не хочется этого, так как есть моменты хорошие, как раз в этот момент, мне кажется, вдруг я требовал от себя слишком многого, к себе слишком многого. Ну, здесь опять же самооценка и страх от социальной жизни по всему. В периодик, я просто хотел, чтобы меня обняли, говорили, это он игнорировал, а потом демонстративно заваливался на меня, типа смотри, я же обнимаю, как ты просила, но это не то совсем. Я после этого ссорился, что у меня опять не так, я вообще плохо себя веду, поэтому временно общаться не желаю. А вот это чувство, что вам хочется вас обняли, оно как появляется? Ну, то есть, вот буквально, как оно появляется? Как, эээ, так, эээ, дальше. Был еще господин к тому с собой, давление на то, что вообще вся не такая, даже старался поддержать беседу. Его бесили. Фразы мои такие, я думаю, о чем думаю, старался подколоть злыми щетками и так далее, бывало неприятно. А как вы на это опять же реагировали? То есть, ну вот вы пишите, что вам было неприятно. А дальше? В общем, как поставить точку? Разобраться в себе. Вообще, вам нужна терапия регулярная, потому что зависимость требует достаточно длительной терапии. Так, эээ, у меня страх того, что ведь на самом деле в мире не так много хороших, счастливых отношений. Расставшись таким, найду другого со своим тараканом. Нет, может строить гармоничные отношения и, эээ, вот дело только, только в том, на что вы нацелены. Мне кажется, вы нацелены на именно отношения, на то, чтобы раствориться в ком-то, на то, чтобы кто-то считал вас хорошим. Ну, вот вы и наталкиваетесь на такую историю. Тут же у вас есть некий стереотип про возраст. Хочется нормальных отношений, но после такого опыта вообще не верится в них. А в отношения не нужно верить. Вам нужно изменить принципы свой подход и восприятия к взаимоотношениям между людьми. А в отношения не нужно верить. Да и сил каких-то моральных нет. Всегда хочется спать, я встаю. Тут вам нужно провериться на депрессию, поэтому обратитесь к врачу, вот, и пройдите обследование. В моменты, когда я радостно-позитивный, он все равно испортит настроение и суток не пройдет. Опять же, это перекладывание ответственности. Опять что-то выговорит, я даже не понимаю, почему, зачем и за чего, я ничего не объясняю. А это недоверие себе. Все эти вопросы не имеют смысла, если вы доверяете себе. Вы себе не доверяете, поэтому вам нужно подкрепление извне. Всегда говорят, что нужно уходить оттуда, где нам плохо. Я все понимаю головой, что так не хочу, сколько бы ни объяснял ему, бесполезно, не слышит, не хочет брать ни за что ответственность. Ну, вы тоже не берете ответственность за себя. Это первое. Второе, вы здесь противоречите себе. Вы говорите, я головой понимаю, что так не хочу, и сколько бы ни объяснял ему, так зачем объяснять, если вы не хотите, объяснять не нужно. Вам для чего это нужно объяснять? Для чего? Да, то есть вы надеетесь, что вас поймут. Банально, банально говорила, не надо такого неприятного, я слышала твои проблемы, я ничего такого не делаю тебе. И как ни парадоксально, это вполне может быть правда. Это ваша реакция, и вы ответственны за нее, вы ответственны за то, как вы как-то с этим обращаетесь. То есть я понимаю, что брак или чего-то слишком серьезного, не хочу с человеком, или это будет ад, хотя бы в бытовом плане, не смотря уже на другое. А вы нацелены на брак, вы нацелены на что-то серьезное в отношениях. Правильно я понимаю? Так, отпустить не могу. Логика логикой, но эмоции берут вверх. А что это за эмоции-то? Вы же вот как-то не раскрываете эту всю историю. Что это за эмоции? Что они из себя представляют? Понимаете, да? То есть вы как будто бы не идете вот вглубь. Вглубь своего состояния. Я об этом еще говорил, вы как будто бы на поверхности. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok